Поводковые оснастки Основной смысл поводковой оснастки состоит в том, чтобы уговаривать неактивного окуня на поклевку В тех ситуациях, когда рыба не готова хватать воблеры, когда не готова отзываться на классический джиг Поводковая оснастка нас очень часто спасает от бесклевья И в принципе даже рыболов, у которых нет должных навыков ловли, она позволяет оставаться с неплохим уловом То есть вещь очень хорошо подходящая для новичков в спиннинговой ловле и для ситуации, когда нужно уходить от нуля и оказаться с рыбой Для монтажа отводного поводка нам понадобится сравнительно немного Это непосредственно приманка, смонтированная на крючке В данном случае у меня приманка небольшой рачок, смонтированную на микро-овсетнике Можно использовать и открытый крючок, если в месте ловли у вас не предполагаются какие-то зацепы за траву или за коряги Но я, как правило, использую овсет, потому что в большинстве случаев мы монтируем его на тонком флюоркарбоне Оснастка деликатная, оборвать ее очень легко, при даже небольшом зацепе легком Поэтому овсетный крючок здесь, наверное, более предпочтителен Дальше из необходимого нам понадобится небольшой вертлюжок В данном случае у меня двойной, но можно также использовать тройной Но, в принципе, от двойного вертлюжка, как правило, достаточно И с ним можно качественно смонтировать данную оснастку И третий элемент, третий элемент, это свинцовое грузило Опять же, форма может быть разная, но я предпочитаю в форме вот таких вот свинцовых палочек Объясню, почему такая форма предпочтительней При проводке отводного поводка грузило у вас всегда находится в контакте с одном Соответственно, если есть там какая-то ракушка, какие-то коряшки, какие-то элементы, за которыми можно зацепиться Такой формы грузило через них проходит легче Ежели вы будете использовать классическую чебурашку или что-то такое округлой формы Поэтому, если увидите такого рода грузило в такой форме Обязательно их приобретите именно для использования на отводном поводке И, конечно же, не обойдемся мы здесь без использования монофильной лески Или в данном случае я использую флюоркарбон двух разных диаметров Толстый флюоркарбон использую на часть, которая отходит от вертлюжка к грузилу Тонкий же флюоркарбон использую непосредственно для монтажа самого поводка, к которому привязываем приманку Давайте начнем непосредственно монтировать саму оснастку Для этого нам понадобятся небольшие ножницы Первым делом берем груз, который будем использовать, и кусочек толстого флюоркарбона В данном случае у меня флюоркарбон порядка 0,20-0,22 мм Собственно, первым делом привязываем толстый флюоркарбон к нашему грузилу Монтирую я его, как правило, как и все оснастки и крючки, обычным узлом клинч Подрезали краешек для эстетики Отмеряем длину где-то сантиметров 20-30 Отрезаем наш отвод на грузило Теперь берем тонкий флюоркарбон и привязываем нашу приманку Также используем узел клинч Под отвод я использую уже флюор потоньше, где-то в районе 6-7 либров Затягиваем, обрезаем кончик Теперь отмеряем длину непосредственно нашего поводка Я предпочитаю использовать от 90 см где-то до 1,20 м Короче, я считаю, нет смысла То есть отмеряем примерно метр, метр с копейками И отрезаем наш отводной поводок Теперь начинаем монтировать все это к нашему вертлюжку Который будет у нас соединять данные отводы Берем ушко и привязываем к нему наш длинный отводной поводок Также обрезаем кончик обязательно, чтобы при ловле у нас ничто не путалось Теперь к противоположному ушку мы привязываем наш отвод с грузило Опять же, обязательный момент здесь такой, что нужно обрезать края Потому что потом в процессе ловли эти края будут друг об друга цепляться, путаться И оснастка у нас будет быстро приходить в негодность Тем самым у нас получается такая конструкция Грузило, короткий толстый отвод, вертлюжок С другого края уже привязан наш отводной поводок Все очень просто Теперь нам эту конструкцию нужно закрепить непосредственно на наш плетеный шнур Здесь важный момент То, что плетеный шнур мы крепим к тому ушку, к которому у нас привязан отвод с грузилом Это важный момент Я хочу на этом еще раз обратить внимание Именно такое крепление нам дает комфортность ловли Предотвращает от перепутывания оснастки И этот момент обязательно нужно соблюдать Теперь крепим непосредственно наш плетеный шнур В чем основной плюс отводного поводка? То, что вы можете его смонтировать абсолютно на любой снасти То есть, если вы ловите судака или щука, у вас достаточно мощная снасть Надоело вам это дело без клеви Вы можете смонтировать на этой снасти отводной поводок И, в принципе, комфортно ловить окунь В этом и плюс основной данной оснастки То, что она не требовательна к снасти, которую вы используете И теперь просто привязываем наш плетеный шнур к ушку, к которому привязан отвод с грузилом Также делаем это все узлом клинч Обязательный момент в том, что нужно смачивать наш узел Чтобы он у нас не порвался в момент затягивания И все надежно закрепилось Вот, таким образом мы получаем готовую оснастку Можете увидеть, что у нас к одному ушку привязана плетенка Привязан отвод с грузилом А к противоположному ушку уже привязан сам отводной поводок Оснастка готова, теперь можно ее использовать на практике Сейчас мы перейдем немножечко в сторону Тут неподалеку находится бетонный мост Там, на мой взгляд, должно находиться приличное количество окуня Попробуем поймать на данную оснастку рыбу Приехали мы на точку ловли Здесь, по моим прикидкам, должен находиться сейчас и окунь, и судак Я смонтировал на отводном поводке сейчас небольшой слаг Порядка двух с половиной дюймов Хочется поймать судака Но судаком не знаю, как сложится Но окуня, я думаю, мы обязательно сейчас поймаем Сейчас вам наглядно покажу, как пользоваться данной оснасткой Заброс делаем достаточно далеко Здесь протяженный выход из ямы, покрытый местами ракушкой Рыба может находиться, в принципе, на разном расстоянии от берега И поэтому сейчас у меня в планах сначала поработать по площадям Достаточно агрессивной проводкой Как бы в виде поиска рыбы А когда уже у нас будет понятно, где она находится Там уже будем работать более деликатно по конкретному локальному пятну Агрессивная проводка Под ней подразумевает что-то наподобие классической джиговой Примерно два оборота После чего следует пауза С той или иной разницей То, что я достаточно активно в момент подмотки анимирую приманку удилищем Что касается приманок, которые мы используем в одном поводке То это могут быть самые разные Это могут быть и активные силиконовые приманки в виде твистера или виброхвоста Могут быть пассивные в виде слагов, как я сейчас использую Может быть различные креатуры в виде раков, каких-то каракатиц всевозможных Все это имеет место быть, все это работает Главное в нужном месте это правильно применить В принципе, если мы используем активную силиконовую приманку Будь то виброхвост или твистер Ее можно проводить даже равномерной медленной проводкой То есть, если мы находим большое скопление окуня, она там будет работать Что касается пассивных приманок в виде слагов, которыми я сейчас ловлю То эта приманка очень хорошо уговаривает именно неактивную рыбу Когда рыба не готова реагировать на активную приманку Данная приманка, которую мы подаем с активной анимацией и спиннингом Как правило, выводит рыбу из ступора и спровоцирует на поклевку рано или поздно Но в целом же классическая проводка отводного поводка Это один оборот катушки и два подброса за этот оборот В принципе, вот сейчас я выполняю классическую проводку для данной оснастки Ловит она таким образом самую разную рыбу Это и окунь, и судак, и даже щука Но в первую очередь, конечно, у нас ориентир это окунь и судак Сейчас было две поклевки, но рыба, по сравнению, не засыплась Субтитры подогнал «Симон» Под самой бровкой произошла поклевка Я думаю, что это окушок Так и есть, достаточно неплохой Такой вот окунь у нас соблазнился на наш отводной поводок Как можете увидеть, данная оснастка работает Пассивная рыба у нас в руках Некоторое время нам понадобилось, чтобы ее уговорить Не с первого заброса это получилось Но, тем не менее, такой монтаж однозначно рабочий В ситуациях, когда рыба очень-очень плохо реагирует на любые приманки На этом, собственно, хотел бы я с вами попрощаться Надеюсь, вам было интересно С вами была программа азбука спиннинговой ловли До скорых встреч, пока!